Мы решили снова обратиться к Конституции, вспомнить сами и напомнить всем о том, что Конституция наша принималась для демократического, социально ориентированного государства. Но так получается, мы видим, что в 18 лет одни и те же силы, люди и партии определяют судьбу нашей страны и, главным образом, свою собственную судьбу и благополучие. Мы категорически не согласны с тем толкованием Конституции, которое нам постоянно навязывает и Верховный суд, и Центральная избирательная комиссия. Не может человек, который два раза подряд занимал должность президента, очередной раз не только занимать, но и быть кандидатом на пост президента. Общественно-политическое движение 14% на основании определения Конституционного суда от 5 ноября 1998 года номер 134О в течение 2017 года неоднократно ставило вопрос о допустимости участия Владимира Путина в президентских выборах 2017 года и о соответствии регистрации гражданина Путина ВВ в качестве кандидата на выборы в пункту 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации. Все последующие этапы избирательного процесса, предвыборная агитация, затраты на подготовку и собственно процедура голосования не могут считаться в полной мере соответствующими Конституцией Российской Федерации и следовательно также не являются законными и не должны иметь юридических последствий. Голосование 18 марта 2018 года не может иметь признаваемых юридических последствий в форме постановления ЦИК об итогах выборов, если в избирательных бюллетенях будет оставаться строка с указанием Путина Владимира Владимировича в качестве кандидата. Мы считаем, что Владимир Путин не имеет законных оснований быть кандидатом на пост президента Российской Федерации. Выборы с его участием в качестве кандидата незаконны.